всем привет это небры сокол привет всем с этим видео мы начинаем цикл обзоров на игры с гомерона 10 итак первая игра у нас от эрвольта биттер спирит правильно произнес чувак правильно да ну чё поехали музыку мы вырубили чтобы она не мешалась так мы уже поиграли в нее немножко и тут сбросить настройки к сожалению не получается это ошибка вылазит и что уж начнем с 6 уровня дай давай-ка я сыграю сначала и кстати сразу хочу заметить мы до этого не играли писалось у нас туда вот смотрите а две звездочки взял смотри чё нам тут нужно чтобы 6 уровня пройти убить 8 слизни мы выполнили убить двух летучих мышей уж ты и задание это уже хорошо в принципе ну здесь есть какая-то цель все равно это уже неплохо тема конкурса генерация поэтому генерируется рандом нормально таки накрыл да да хочу заметить да он не очень удобен потому что когда нажимаешь бить происходит прыжок это не очень удобно то есть было бы сделать и обычный фаербол вдаль отлетит пускай было бы неплохо да и бить и без прыжка то есть насчет заднего фона в принципе все хорошо но задний фон думаю нужно да их думаю нужно менять все равно они меняются их там да их два только всего лишь но это наверно только первый вариант разработчикам то есть мне кажется нужно сыграть дальше сделать побольше фонов то есть побольше всяких не знаю злодеев вот этих вот и так далее и так далее да давайте попробуем сыграть тогда у чувачка жейко да у чувачка было два месяца на все про все конкурс два месяца два месяца блин за два месяца это принципе очень даже неплохая игра но он классно нарисовал до рисовка все это очень сложно я понимаю насколько я знаю он сам рисовал и ходил наверняка вот я даже нажимаю вот даже нажимая бить она прыгает и но это него не очень удобно то есть если я хотел прыгать я я просто нажал бы вот вверх и все а тут он она сама прыгает получается из-за этого то есть по сути игра становится намного сложнее я не думаю что это должно быть все равно должно быть какой-то ну да однозначно понятный интерфейс чтобы ну давай еще давай сейчас попробуем запили мне кажется знаешь еще можно добавить разных оружий допустим вот в эту же игру то есть я понимаю что это все начальной версии ну да то есть мне кажется стоит добавить до чего-то новенького то что чтобы можно просто покупать за виртуальные деньги я сейчас смотри буду пополнять пожалуй но за два месяца это принципе это классная игра я бы сказал так по геймплею я бы конечно сделал бы воли наверно классический платформер тут что-то тяжеловато и так непривычно играть этот луч тоже мне кажется он обычный фейкбол я не знаю почему нельзя заколбасить просто заколбасить почему они умирают только если в яму упадут ну это сложность игре мне кажется такая вот он наверное только сделал специально чтобы если бы был фаербол то есть мы ставим вам металл бы да был бы слишком просто ну наверное да чувачок наверное да ну что наш вердикт в итоге эйр вольту игра хорошая игра хорошая нужна доработка небольшая какая-то есть провисание однозначно ну может кому-то и нравится такое мне вот быстро бы она надоел например я согласен да если вы не умерла ты знаешь это как флоппи бёрдс то есть по сути вроде и просто с другой стороны сложно то есть как-то такая вот да блин я не знаю ну флоппи бёрдс да то есть она же неправильный пример вообще наверно да но все же да ну ладно на этом попрощаемся следующий чё следующий обзорчик прямо сейчас может запишем ну давай попробую давай только в другом видосе уже все всем пока эйрвольт молодец да чувак мир ему точно